Сегодня наш гость в студии врач-невролог амбулатории Бутова парк Иркин Шамсиев. Добрый день. Добрый день, Максим. Иркин, прошел первый месяц лета, одна большая напасть нас до сих пор не отпускает, я имею ввиду коронавирусную инфекцию, но насколько я понимаю, с летним сезоном связаны и ряд неврологических заболеваний, так ли это? Да, мы можем поговорить о заболеваниях периферической нервной системы, в частности неврологии, хотел бы кратко остановиться на неврологии тройничного нерва. Неврология тройничного нерва впервые описана в 17 веке фузергилем, и даже его в честь было названо, ну, по-другому он называется трегиминальной боли, потому что все-таки отвечает пятый нерв из 12 пар черепно-мозговых нервов, и он имеет три веточки, офтальмикам, акселлярис, мандебулярис, именно глазничная, верхняя челюстная и нижняя челюстная веточка. И, конечно, теоретически это звучит красиво, но на практике это жесточайшие боли, стреляющие боли, отдающие в зубы, в ухо, в шею, в лицо, и больные боятся лишний раз побриться, умыть лицо, или лишний раз, грубо говоря, открыть рот, потому что боли преследуют их, и врач-невролог, каким бы он стажем ни был, он должен адекватно реагировать, и, грубо говоря, не мурожить пациента, и быстренько поставить диагноз по международной классификации G50.0, неврология тройничного нерва, в основном бывает или слева, или справа, но не дай бог, чтобы двухсторонние, это вообще равносильность смерти, и вот поэтому сразу же начинать лечение антиконвульсантами. А причина этого? А причина, в принципе, леченый зуб, это лор-патология, когда лечили отит, или же черепно-мозговая травма, или какие-то объемные образования головного мозга, и целесообразно врачу, терапевту, или неврологу, или челюстно-лицемову, кто бы ни принял на первом этапе, нужно будет отправлять на компьютерную томографию, или магнитно-резонансную томографию, если больной не страдает кластрофобией. И это нужно обговаривать, это не надо утаивать. Каково лечение? Как долго и из чего оно состоит? Ну, это очень болезненный вопрос, потому что те пациенты, которые с этим столкнулись, да, это хроническое, и вылечить его за пару дней или за пару недель почти что невозможно. Вот поэтому прием препаратов иногда принимается длительно, и нужно пройтись, что кроме антиконвульсантов мы назначаем все-таки нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины, нередко прибегаем даже к антибиотикам, если присоединяется там температура. Но в основном есть еще хирургический метод лечения, это резекция нерва, это как бы тоже дорогостоящее лечение, и так как анатомический тройничный нерв проходит в фолопьем канале, и его ближайший сосед – это лицевой нерв, и проигнорировать лечение тройничного нерва, да, впоследствии дает невропатию лицевого нерва, у которого уже не три, а пять ветвей. – А есть ли какие-то общие рекомендации по тому, чтобы людям как-то максимально можно было избегать любых неврологических проблем? Есть какие-то такие золотые правила на все случаи жизни или нет? – Ну, в каждом случае свой сценарий, мы же обсуждали здесь три варианта неврологии – тройничный нерв, нежрюбная неврология и седалищный нерв. – Я сам за рулем, и хотелось бы автомобилистам сказать, чтобы как-то не застужали, скажем, на сквозняках, потому что тоже многие могут сильно застудить и могут заболеть. Или когда приоткрывается форточка именно с левой стороны, так как у нас левостороннее движение, и продувает именно левая сторона лица, вот именно в качестве неврологии тройничного нерв. – Ну, подведя краткое резюме, можно сказать, в общем-то, что рекомендации такие же, как и, наверное, будут у любого другого врача. – это избегать сквозняков и каких-то экстремальных температур, правильно питаться и, собственно, заниматься спортом. – Да, конечно, спорт – это благородный. – Спасибо большое, что пришли к нам на эфир, рассказали о таких, в общем-то, довольно известных, кстати говоря, заболеваниях. Я напомню, что у нас в гостях был врач-невролог амбулатории Бутова-парк Иркин Шамсеев. К другим новостям. К другим новостям.